Сегодня у нас опять маленькое отвлечение от темы Ни о спорте, ни о здоровье Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно снимать пародии на людей Чтобы не выглядело смешно и не было обидно тому человеку, на которого вы снимаете пародии Мои знакомые ребята постарались, причем постарались на славу Они сняли такую интересную пародию, что в общем смотрите сами Это действительно получилось классно, это действительно верх артистизма, это верх актерского мастерства Ну что еще могу сказать? Только пальцы вверх В общем смотрите и смейтесь На самом деле мы не тренировочный зал, а прачечный Вот пример удачного прикола Приколистами не рождаются, а становятся в результате тяжелых тренировок Поменяйте упражнения Приколы, как и тяжелая атлетика требуют больших усилий Эй Макс, у тебя спина белая В мастерстве приколов очень важно отработать прием дерганья за палец Ну ничего страшного, ни у кого не получается с первого раза Налегай больше на горох Искусство приколов пришло к нам из древнего Китая Слова прикол С древнекитайского означали скажи 300 В прошлом году чемпионат мира по приколам проходил в Лас-Вегасе Я продал свой дом, машину, чтобы купить билет А оказалось, никакого чемпионата нет Вот это прикол Следующий чемпионат мира пройдет в городе Эльдорадо И я туда поеду И на этот раз Выиграли Ну вот и подошла к концу наша тренировка Записывайте в школу приколов Владимира Пашутинского Эй мужики, у кого там шнурки на шлепанцах развязались? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...